Шалом! В эфире Первого еврейского специальный выпуск программы «Вопросов на вопрос». 15 ноября Международный благотворительный фонд «Стмеги» проводит ежегодную церемонию вручения премии имени Сергея Вайнштейна. И главный вопрос этой недели – кто станет лауреатом премии? И хотя на этот вопрос мы ответить сегодня не сможем, но наша программа расскажет о деятельности фонда «Стмеги», о премии, учрежденной фондом, и о Сергее Ивановиче Вайнштейне. Премия имени Сергея Вайнштейна вручается ежегодно, начиная с 2016 года. Ее обладателями стали многие выдающиеся люди, внесши неоценимый вклад в развитие сохранения горско-еврейской культуры, истории, языка и традиций. Именно сохранение традиций горско-еврейской общины является одной из важнейших задач фонда «Стмеги». Основная деятельность подразумевалась – это сохранение культуры и традиций горских евреев. Естественно, со временем это все преобразовывалось в что-то более масштабное. Постоянная работа президента фонда Германа Захарьяева с различными еврейскими общественными организациями и государственными структурами постоянно подталкивает на какие-то новые проекты, что-то, что может принести какие-то другие плоды. Опять же, все в рамках тех же целей сохранения традиций, сохранения культуры. Сегодня уже не только горско-еврейской, но и религии. Мы все знаем проблему ассимиляции. И основная наша работа связана с этим. То есть я всегда говорю, что еврейская работа в диаспоре, может даже не в диаспоре, может и в Израиле, противодействовать антисемитизму и ассимиляции. То есть если с антисемитизмом у нас сегодня таких, слава богу, проблем нет, но с ассимиляцией действительно она есть. И это что-то, что требует постоянной работы. Это не то, чтобы сейчас вот сделал что-то и прошло. И в том числе, естественно, сохранение культуры – это часть одной работы. Мы также работаем и в других странах, естественно, в Азербайджане, где проблема ассимиляции тоже стоит очень острая, так как и евреев остается все меньше. И также мы работаем в Израиле, но в Израиле специфика чуть-чуть другая, так как в еврейском государстве вопросы ассимиляции антисемитизма стоят не так уже и остро. Но вопрос сохранения культуры и традиций горских евреев, действительно, мы даем на этом акцент. В пункте следят за тем, чтобы любой проект был тщательно подготовлен и деньги были потрачены максимально эффективно. Если мы делаем праздник, мы делаем праздник для детей, для молодежи. Если мы делаем вручение наград, то есть мы делаем это для развития культуры. И награды, которые вручаются, вручаются конкретным людям. Наш подход – это профессионализм во всем. Если мы делаем какой-то научный труд, мы хотим, чтобы он был действительно качественным и действительно научным, а не чем-то субъективным. Все тщательно проверяется, проводится корректура. У нас не может быть, что под фотографией X написано Y. Если делается, то делается все объективно, никого не игнорируется. Премия имени Сергея Вайнштейна была основана в 2015 году. За это время ее лауреатами стали известные люди еврейской общины. Причем выбор номинантов не связан с узкосекторальными интересами. Каждый раз находим каких-то интересных номинантов и среди них выбираем. Я думаю, что с каждым годом новые люди будут появляться. И совершенно неожиданные люди, которые делают для ворских евреев, не зная сами того, что это что-то, что нам это важно. И мы тем самым поощряем людей продолжать и делать. Сергей Иванович Вайнштейн сыграл важную роль в возрождении еврейско-религиозной жизни и национальной культуры в современной России. С начала 90-х годов он активно участвовал в деятельности еврейских организаций. При его непосредственном участии был создан фонд Стмеги. Он стоял у истоков создания Всемирного конгресса горских евреев. О Сергее Вайнштейне – деятеле и ученом. Люди его знавшие вспоминают с уважением и грустью. Любой, кто с ним садки касался, понимал, что он человек чистый совершенно. Никаких меркантильных соображений за этим нет. За всем его стремлением действительно публичности. Чтобы это было доступно для большого количества людей. И он для этого делал очень много. Он участвовал практически во всех мероприятиях, связанных с евейством, в том числе и особенно с горскими евеями. Там все помогал постоянно. Это такой научный, скажем, основе. Мы с ним несколько раз в Азербайджан ездили в конференции, принимали еврейские участие. Там были межрелигиозные конфессии, и мы с ним ездили, тоже принимали участие. Он довольно так всегда, достойно всегда выступал. Именно такая научная подоснова всех его выступлений, конечно, располагало к тому, что его с большим интересом слушали и относились к нему как к ученому, настоящему. Там все это. Различные совершенно люди, и религиозные, и не религиозные, и других конфессий все понимали, что за этим глубокие знания, действительно желание именно с точки соединить это религиозное, научное, для него это тоже было всегда важно. Благотворительный фонд СТМЭКи был создан в 2001 году, а в 2003 году при активном участии Сергея Вайнштейна появился Всемирный конгресс горских евреев. Так в мире узнали о российской общине горских евреев. Он активнейшее участие, пенел там все. И ездил много по заданию Заура, там все, искал контакты всех людей, которые очень много сделал для создания конгресса, там все. И потом повезло, мне кажется, повезло, что он познакомился с Германом Захарьяевым. Говорит, Захарьяев дал бы постоянное место пристанище в этом СТМЭКе, и он начал действительно с отдачей работать. Очень много сделал, очень много писал, встречался с громадным количеством людей. Ведь это тоже все было как бы такая богатая история горских евреев, но совершенно не публичная. Это и у него тоже был такой немножко бзик. Вот это все он хотел, обязательно вот такое вот, чтобы все это получило широкую огласку. Вот все печально, безвременно ушел, конечно, очень много мог бы сделать еще. Но то, что он сделал, все равно он действительно останется, и это никуда не исчезнет. Все, кто его знал, я думаю, все ценят то, что он сделал. Мы все выходцы были из Баку, из Азербайджана, и это был очень интернациональный город. Мы научились понимать друг друга в тех даже вопросах, в которых мы очень разные. Первый проект, который мы с ним старались совместно развивать, это первая горско-юрийская синагога в Москве. Без Сергея Ивановича это было бы невозможно. Как показывает опыт, спонсоры могут быть другие, лидеры могут быть тоже другие, а динамо-машина, которая способна в нестандартных условиях соединить разные факторы какого-то процесса, вот она как бы, либо она есть, либо ее нет. Есть такое расхожее мнение, что нет незаменимых людей, а я столкнулся вообще на еврейской жизни с другим, что каждый яркий человек за всю многотысячелетнюю историю он оказывался в еврейской истории незаменимым. Каждый раз, когда мы теряли какого-то выдающегося человека, после него его вакантное пустое место это как рана на теле заживало много-много лет. И, видимо, тут можно сказать и про Сергея Ивановича, это как в театре действующие лица исполнителей. Если какую-то одну яркую фигуру, яркого героя убрать, это будет затишье и пустота на много-много лет, пока не сложится новый коллектив незаменимых людей. Лучший памятник – это продолжение и развитие дела, которому была посвящена жизнь человека. И сегодня община горских евреев – одна из самых крупных и сплоченных еврейских общин России. Остается добавить, что сегодня идет активная работа по сохранению языка джури, появляются все новые литературные произведения, тщательно восстанавливается уникальная история горских евреев. Авторы наиболее выдающихся произведений вошли в список номинантов премии имени Сергея Вайнштейна. И совсем скоро мы узнаем их имена. А пока команда программы «Вопросов на вопрос» прощается с вами до следующего выпуска. Литраот.